хочу поделиться с вами своим опытом что лично мне помогает раскалывать любые чурки даже это крупная чурка 40 сантиметров диаметре вот 50 сантиметров диаметре иногда могут быть мощные чурка такая большая она попадает иногда с мощными конечно же сложнее расколоть особенно если такой вот комик переплетенные древесины волокна переплетены между собою такую древесину расколоть еще сложнее первое что важно сделать это отколоть с краем выбрать самое слабое место и отколоть потому что помимо коры древесину также еще держит мешает раскалывание лук вот здесь вот лук маленький всего лишь умение сантиметра даже до а бывает лук там по два сантиметра даже по 3 очень толстый из-за этого еще сложнее раскалывать то есть откалываем то есть край откалываем и далее как я заметил уже чурка раскалывается намного проще стоит только отколоть один край если сучки в таком случае проще всего расколоть когда сучок если он находится в центре где-то посередине проще расколоть когда он смотрит вниз не вверх а вниз потому что когда мы колем по сучку или возле то получается что мы идем по волокнам то есть продолжается волокна а если же крючок бы смотрел бы наоборот вверх то мы бы так ударили все да воткнулись бы в этот сучок потому что против волокон получилось будут в этом месте то есть если бьем по сучку тогда проще когда сучок смотрит не исключение конечно если он сам внизу находится чурки там по сути уже мы раскололи часть уже все проще будет в данном случае если начинать откалывать если вот на примере такой чурочки если бить с краю в этом месте у так то или в этом месте против сучка по краю то в таком случае мы или маленький или просто воткнемся вот в этом месте и все будем бить бесполезно то есть против мы по нему бьем проще всего конечно же отколоть с краю где-то вот когда параллельно мы бьем до возле сучка так вот или вот это место тоже слабая в данной черте но уже потом когда отколол я вот здесь отколол далее вот так вот можно отколоть и уже по центру можем уже по центру расколоть а далее когда пьем по сучку то конечно же как я сказал сучок смотреть должен вниз тогда раскалывается легко любая чурка сейчас буду колоть эту большую чурку 50 сантиметров в диаметре я такие чурки всегда раскалываю на земле а потом уже когда на плахе расколол плахе уже на колоде колю потому что они тяжелые ее если поднимешь надорвешься ладно начну так и говорю с краю будем искать самый главный край вот он вот этот способ которым я сейчас колю по краям называется сибирский способ колки то вот 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 тут тучок попал поэтому небольшой вот теперь вот эти плахи уже на колоде берем ставим на колоду на колоде уже даже обычным топором у меня переделанный топорик специально для колки вот так вот просто раскалываем и ну так что вот как заметили можно расколоть даже мощную чурку